В Минске задержан известный криминальный авторитет, бывший вор в законе Александр Кушнеров, известный в криминальных кругах как Саша Кушнер. Белорусские силовики обвинили его в том, что он пытался заказать киллером убийство вора в законе Бодри Кутаиски. Последнего называют преемником Шакра Молодого, лидера преступного мира России. Почему один из главных авторитетов Белоруссии решил устранить второго по значимости российского вора в законе. О задержании 55-летнего Александра Кушнерова стало известно 25 июля. Его отправили в СИЗО на улице Володарского в Минске, уже привычное для Кушнера место, где он бывал не раз. По версии следствия, авторитет искал в Белоруссии киллера, готового убить исполнить на языке преступного мира, вора в законе Бодри Кутаискова. Учитывая, что убийство человека с воровским титулом является в постсоветском криминальном мире недопустимым проступком, у Кушнера должны были быть очень веские причины для такого шага. История противостояния Саши Кушнера и Бодри Кутаискова уходит корнями в середину нулевых. Тогда, в мае 2006 года, из Объединенной Арабской Эмираты в Испанию был экстрадирован вор в законе Шакра молодой. Он построил в Западной Европе настоящую подпольную империю по отмыванию денег, так называемую Испанскую прачешную, параллельно крышуя темные дела в России. Испанские силовики вышли на Шакра и начали преследовать его, вынудив скрываться. Но вора в законе нашли в Объединенные Арабские Эмираты и вернули в Испанию, где ему грозил немалый срок. Стало ясно, Шакра за решеткой надолго. А потому его богатое наследство стали делить криминальные авторитеты. Поскольку Шакра Езид, лидер преступного мира России Дед Хасан, также Езид рассудил, что наследство арестованного теперь его по праву. Впрочем, кутаиский воровской клан во главе с Тариэлом Аняни выступил категорически против. Таро указывал на то, что именно он помогал Шакра создавать испанскую прачешную, а значит, она должна отойти ему. Так в России началась многолетняя война воровских кланов, в ходе которой сторонники Таро перестали признавать воров, коронованных людьми Деда Хасана, и наоборот. Отличались стороны и в плане идеологии. Таро строго придерживался воровских понятий, а Дед Хасан хотел выстраивать отношения со всеми, кто был ему выгоден, несмотря на понятия. В московский ресторан Старый Фаэтон, который считался резиденцией Деда Хасана, заглядывали и силовики, и бизнесмены, и даже звезды российского шоу-бизнеса. Вор в законе номер один славился, своим умением разрешать вопросы цивилизованными методами, и считался едва ли не главным решалой России. При этом он постоянно расширял свое влияние, короновал своих ставленников из различных регионов страны, и заглядывался на территории других стран постсоветского пространства. В какой-то момент руки у Деда Хасана дотянулись и до Белоруссии, через которую воры в законе влияли на преступный мир Прибалтики, и которая была важным логистическим центром в экспансии постсоветских ОПГ в Европу. Кроме того, через Белоруссию можно было въехать в Польшу, которая относилась к ворам в законе почти так же лояльно, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Именно Белоруссия стала еще одним камнем преткновения между кланами Деда Хасана и Таро. В мае 2011 года первый устроил большую сходку в московском ресторане «Каретный двор», на которую были приглашены претенденты на воровские титулы, в том числе циркач, Шамиль Смолянский и Саша Кушнер. В тот вечер все они были коронованы, но их титулы сразу же не признали сторонники Таро. Их сторону занял и Бодри Кутаиский, его возмутило, что Дед Хасан сам раздал всем титулы, не позвав на сходку никого, кроме своих приближенных. Следуя воровским понятиям, Бодри собрал преданных ему воров и раскороновал новичков из клана Деда Хасана. До того момента Бодри Кутаиский старался сохранять нейтралитет, балансируя между Дедом Хасаном и Таро. Но раскороновав хасановцев, вор в законе сделал свой выбор. Вскоре после этого Бодри получил уголовное дело, по статье 228 «Хранение наркотиков», Уголовный кодекс Российской Федерации, к чему Дед Хасан, по некоторым данным, мог приложить руку. По другой версии, Дед Хасан поручил новоявленным ворам, Саше Кушнеру, Шамелю Смолянскому и Гелане Седому найти Бодри, а затем спросить с него за его дерзость. Но Бодри повезло, прежде чем до него добрались боевики Деда Хасана, он был перехвачен силовиками. Сам задержанный заявил, что оперативники подбросили ему наркотики. Кутаиский попал в СИЗО «Бутырка», где другие криминальные авторитеты напомнили о претензиях к нему. Среди них были слишком малый тюремный срок для получения воровского титула и деньги из общака, которые Бодри якобы потратил на похороны раскоронованного друга. Все эти претензии представители клана Деда Хасана использовали для того, чтобы лишить титула самого Бодри Кутаиского. Он смог вернуть его себе лишь после убийства лидера преступного мира России в январе 2013 года. Отбывая наказание, Бодри Кутаиский во всем перечил администрации, отказывался соблюдать тюремные правила и подбивал арестантов на бунты. В итоге из-за своего неудобного характера за пару лет он сменил около шести колоний. При этом преступный мир с волей старался ему помочь. Так, в 2015 году сообщали, что ряд самых авторитетных российских воров в законе пытаются вызволить Бодри из-за решетки. Самые богатые лидеры воровского мира Шакра Молодой, Равшан Ленкаранский и Мираб Сухумский не оставляют попыток досрочно вызволить, из-за решетки своего, безвинно осужденного собрата Бодри Кагуашвили. Говорят, что воры не поскупятся в средствах, сколь велики бы ни были аппетиты тех, от кого это будет зависеть, из сообщения информационное агентство «Прайм Крайм» от 2015 года. Однако попытки криминальных генералов вытащить товарища оказались тщетными. В том же 2015 году перед Бодрику Таиским замаячило новое уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев» Уголовный кодекс Российской Федерации. По версии следствия, он избил заключенного, не согласного с его авторитетом. По другой версии распространенный в криминальной среде избитый, был провокатором из числа опущенных, подосланный администрацией учреждения. Якобы руководство колонии, раздражали демонстративное нарушение Бодри правил внутреннего распорядка, его бесконечные голодовки и бунтарский характер. Подосланный провокатор был крепкого телосложения. Он начал сыпать оскорблениями и пытаться разжечь конфликт с Кутаиским, ослабевшим из-за карцеров, голодовок и болезней. Тот по слухам схватил кружку и, недолго думая, ударил ей по голове противника. При этом Бодри не коснулся оппонента руками, тем самым избежав ненужного для человека его положения контакта с опущенным. Этот случай грозил вору в законе, новым сроком, но тот пошел на неожиданный шаг. Через своего адвоката Бодри Кутаиский записал послание журналистам, которое прозвучало в 2015 году в Железнодорожном суде Красноярска. В нем он рассказал, что стал жертвой провокации тюремщиков. Ход оказался эффективным уже в начале 2016 года, дело о нанесении побоев в отношении несгибаемого Бодри, как его прозвала Красноярская пресса, было прекращено. В прессе тех лет периодически всплывала информация о якобы имеющихся у вора в законе заболеваниях, в том числе раки, и о том, что врачи отказываются помогать Кутаискому. Впрочем, эта информация так и не подтвердилась. В итоге грузин досидел свой срок, продолжая всячески сопротивляться внутреннему распорядку колоний, где он оказывался. Надзиратели наказали Бодри за неправильно заправленную койку. С тех пор он в знак протеста, раз и навсегда уложив одеяло по всем инструкциям, отказался пользоваться спальным местом, лишив тюремщиков повода для новых взысканий. Те усложнили ему жизнь, распилив на две части скамейку, на которой, скрючившись, прежде отдыхал ночами заключенный. Бодри освободился в мае 2018 года. В СМИ сообщали, что выход грузина на свободу стал важнейшим событием того времени в криминальном мире России. Кутаиский и правда не спешил примыкать к какой-либо группе воров в законе, он не хотел попусту тратить с таким трудом заработанный авторитет в преступном мире. С другой стороны, Бодри хорошо помнил, что в 2011 году мог оказаться за решеткой именно из-за своих титулованных коллег. Пока Бодри отбывал срок, новоявленный ставленник деда Хасана Саша Кушнер быстро подмял под себя весь теневой бизнес в родной Белоруссии и стал хранителем белорусского воровского общака. В молодости Кушнер был боевиком Морозовской ОПГ, которая действовала в стране с конца 80-х до начала нулевых. В лихие 90-е участники Морозовской ОПГ снискали себе славу беспредельщиков и мокрушников, убийц. Почти все они либо погибли, либо были приговорены к смертной казни. Расстрел ожидал и Сашу Кушнера, но позже его приговор заменили 15-летним тюремным сроком. Отбывая его, Кушнер проявил себя как человек, стремящийся к воровскому титулу и соблюдающий понятия. Несмотря на кровь на руках и обвинения от конкурентов в сотрудничестве с силовиками, в 2011 году, спустя три года после освобождения из колонии, белорусский авторитет сумел получить воровской титул при помощи деда Хасана. Саша Кушнер был коронован в противовес двум белорусским ворам Александру Тимошенко и Дмитрию Галееву, которые отказывались признавать власть деда Хасана. Поговаривали, что освоиться в новой роли Кушнеру помогал экс-замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня. В результате политики Кушнера половина уголовного мира Белоруссии при помощи прогонов, отправленных в СИЗО и колонии, была заклеймена как нечисть. Ещё шесть воров в законе оказались за решёткой, или подались в бега, а те, кто остался, признали авторитет Кушнера, ставшего белорусским вором номер один. Между тем главные оппоненты деда Хасана Таро и его ближайший помощник Мираб Сухунский также не оставили Белоруссию без внимания и выставили против Кушнера своих людей. Они короновали нескольких молодых авторитетов, недовольных политикой Хасана, самым известным из которых стал Павел Алексеевич. Тот начал регулярно отправлять в места лишения свободы прогоны, в которых нелестно отзывался о Кушнере, называл его не вором и угрожал ему скорой расправой. А людей главного вора Белоруссии стали избивать и смещать с постов смотрящих и положенцев. После того, как 16 января 2013 года его босс дед Хасан был убит, киллером в Москве, Саша Кушнер оказался в непростой ситуации. Часть криминальных авторитетов при встрече с ним признавала его главным вором в законе Белоруссии, но за спиной Кушнера о нем говорили совсем иначе. Даже регулярные задержания Кушнера оперативниками белорусского МВД не спасали ситуацию, в криминальном мире их называли плохо срежиссированными. А 5 марта 2015 года Шакра молодой преемник деда Хасана в попытке начать мирные переговоры с Таро лишил Кушнера воровского титула в качестве жеста доброй воли. Единственным, кто поддержал Кушнера в тот момент, стал главный вор в законе Азербайджана Лоту Гули. Причина была в самодостаточности Гули. Его люди контролировали половину всей торговли овощами и зеленью в России и других странах СНГ. Поэтому главный вор Азербайджана не зависел ни от деда Хасана, ни от Таро и спокойно руководил своей империей из Турции. В начале 2020 года на турецкой вилле Гули отмечал свой день рождения. На праздник прибыл 35-летний вор в законе Гурам Чехладзе. Ожидалось, что он присягнет Гули, лично Шакра молодой, просил главного вора Азербайджана принять Квежаевича. Но все пошло не по плану. Живаевич перед Гули назвал, своими друзьями сторонников Равшана Ленкаранского, заклятого врага именинника, убитого в Турции, 18 августа 2016 года. Живаевич также отметил, что люди Равшана Ленкаранского не суки, как их называли в окружении Гули. Гость именинника в какой-то момент в своих высказываниях, зашел так далеко, что получил по лицу от подручного Гули по прозвищу Арман Дикий. Тот не был вором в законе и по меркам преступного мира нанес Квежаевичу страшное оскорбление. Побитый вор сразу же захотел наказать Армана, однако Гули не позволил. Но мысль о месте Квежаевич не оставил. Дело едва не кончилось кровавым побоищем. Через некоторое время Квежаевич с группой вооруженных боевиков решил взять штурмом виллу Гули и устроить там бойню. Но Вендетте помешал турецкий спецназ, который успел задержать отряд мстителей, разоружить их и уложить лицом в землю. На этом моменте за оскорбленного Кживаевича вступился Бодрик Утаиский. Последний отправил по колониям прогон, в котором отмечал, он не для того страдал за воровское дело в сибирских лагерях, чтобы всякие фраера позволяли себе бить уважаемых авторитетов. В итоге Бодри потребовал собрать сходку по поводу поведения Гули и спросить с него за избиение Арманом Диким, потомственного вора в законе Квежаевича. По сути речь шла о том, чтобы лишить главного вора в законе Азербайджана воровского титула. С одобрения лидера преступного мира России и шакра молодого Бодри Кутаиский отправился в Италию к одному из первых лиц сухумского воровского клана, Мирабу Джангвиладзе, чтобы заручиться его поддержкой против Гули. Но Мираб назвал Гули своим другом и отказал гостю. Сам же Бодри Кутаиский с этого момента получил от людей Гули черную метку. Весной 2022 года во многом благодаря Бодри Кутаискому состоялась важнейшая для воровского мира сходка в Дубае. На нее прибыл освободившийся из испанской тюрьмы Таро и представители клана Шакра Молодого. Старые враги обсудили, как можно прекратить давнюю вражду. Кроме того, участники сходки договорились, что нужно придерживаться старых правил, согласно которым воры в законе не должны браться за оружие. Впрочем, некоторые влиятельные украинские воры, к примеру, Сергей Лысенко с этим не согласились, они упирали на то, что каждый вправе защищать свой дом, в том числе и с оружием в руках. Дубайская сходка состоялась еще до истории с покушением на Бодри Кутаиского, которое якобы хотел устроить Саша Кушнер. Поэтому вопрос о судьбе лишенного титула белорусского авторитета на ней не поднимался. Сам Кушнер, как оказалось в это время, не сидел без дела. Ликвидация фигуры такого масштаба, как Бодри, наверняка планировалась заранее. Впрочем, теперь, после поимки Кушнера белорусскими силовиками, окончательный вердикт ему от преступного мира, судя по всему, не за горами. При этом, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, за авторитетом нет таких сил, которые реально могли бы его поддержать. Следствие считает Кушнера лишь организационным звеном между заказчиками и киллерами. При этом в роли заказчиков могли выступать родственники покойного Гули, которые приговорили Бодри Кутаиского к смерти еще при жизни босса. Для клана Гули убийство Бодри Кутаиского могло бы стать данью памяти погибшему и возможностью поднять престиж своего клана, вес которого в криминальном мире все еще очень мал по сравнению со временем, когда Гули был жив. Между тем сегодня Бодри Кутаиский – ключевая фигура для российского криминала. Его называют преемником лидера преступного мира страны Шакра Молодого и держателем всероссийского воровского общака. Благодаря своим связям Бодри Кутаиский является в Москве неприкасаемой фигурой. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok